Церковь это не здание, это не место для освящения, это место, где совершается литургия, где Христос себя преподает верным. И каждое воскресенье мы обязаны ходить в храм, это не мое приглашение вам, это даже не просьба, это Божье повеление. Шесть дней трудись, делай все дела свои в них, а седьмой день Господу Богу Твоему. Если мы не посвящаем этот день Богу, запомните, мы воруем этот день Бога и повинны следующие заповеди, которые нарушаем, не укради. А как это мы крадем? Да я сплю, отдыхаю, всю неделю, может быть, поработала или там устала, надо вообще в доме прибраться, один выходной. Вот если ты так живешь, то ты еще и вор. Запомните, такой человек не может быть успешным или хорошо жить. И я поэтому вас хочу к этому пригласить, дорогие мои, чтобы вы, во-первых, начали читать Евангелие, потому что не хлебом одним будет жить человек, сказано в Священном Писании. О чем? О чем? О всяким словом, исходящим из уст Божьих. Значит, этим словом душу нужно питать. Питайте душу свою евангельским словом. Вот у нас книга открытая лежит. Книга открытая. Я сейчас к ней подойду. Это Библия. Я вам прочитаю всего две строчки, можно? Это книга Иисуса Новина. Это Ветхозаветное Писание, но послушайте, особенно родители дорогие, все, кто детишек воспитывает, а самое главное для себя. Послушайте. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы хотите успешности? Вы хотите поступать благоразумно? Мы хотим так, чтобы дети наши были такие умницы, разумницы, благоразумницы. Невозможно этого достичь без этой книги. Запомните. Кто не руководствуется вот этим компасом, вот этой дорожной картой, ну, современным языком, скажем, навигатором. Тебе же проще по навигатору ехать? Ты в чужом городе, он тебе налево, поверните. Сейчас там вступите дорогу, поверните. Вот этот человек едет, о, как хорошо, что есть навигатор. Вот это навигатор нашей жизни. Если ты сам бродишь по этим пустынным дорогам, ты обязательно заблудишься, но упадешь так в грязь, что поднимешься, и сколько тебе отмываться придется. А если хочешь поступать благоразумно, то да не отходит сия книга от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. А откуда эти слова? Вы слышите? Это уже перекликается с царственным Давидом, с его псалтирью. Блажен муж, и же не иди на совет нечистилых, и на седалищах грешников не сидит, но в законе Господня воля его, и в законе его поучается он день и ночь. Вы слышите? Это первый псалом Давида. Блажен муж. Вы слышите? Мужчина, ты блажен уже здесь на земле. Если ты начинаешь день или в день читаешь Слово Божие, хоть немного, хоть по полстранички, но питай свою душу этим божественным Словом. И еще одну строчку. Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Это только две строчки. А сколько над ними надо подумать? Хочешь поступать разумно? Не хочешь ошибаться до той степени, чтобы там ли в суды тебя потянули? Или чтобы разводы у тебя были? Или чтобы дети у тебя наркоманами стали? Детей хоронить не хочешь? Воспитывай их вот в этом законе Божьем. Потому что если не будешь воспитывать, они уйдут в группе суицидов, найдут каких-то синих китов. Сейчас все гады делают для того, чтобы детей наших погубить. И все это делается вот там, в доступном сегодня интернете. Поэтому, дорогие, я хочу напомнить, что без Бога не до порога. Так сказано в этой книге. Без меня ничего же творите не можете. А кто будет веровать, будет жить. Если вы хотите жить, жить по-настоящему. Веруйте. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Доверяйте Ему. Слушайте Его. Читайте о Нем. Приходите туда, где о Нем говорят. Вот сейчас говорят о Боге. Да, о чем я говорю? О Боге говорю. А вы стоите и слушайте. Почему? Потому что душа. Каждого из вас. Она запечатлена Богом. Потому что она вам дана от Бога. Вот почему. Сегодняшний праздник вспомнил немножечко строки нашего кубанского поэта Николая Зиновьева. Душа, ну разве ты не чудо? Ты не стареешь никогда. Пришла неведомо откуда. Уйдешь неведомо куда. Тебе не друг я, не хозяин. И непонятно почему. Твоими плачу я слезами. И рад бессмертью Твоему. Вот какие слова. Представляете? А ведь действительно душа каждого из нас. Разве не чудо? Откуда она пришла? Я не знаю. Куда уйдет? В рай или в ад? Я не знаю. Я не знаю, куда моя душа пойдет. Куда ваша? Не знаю. Нам все хочу спасти и помочь вам. Спасти свою душу для вечности. Потому что она есть. А только Бог может спасти душу. Потому что Бог душу нам дал. Он и заберет ее. Тело пойдет в землю, а душа пойдет к Богу, который ее дал. Это вот из этой книги. Наша душа пойдет к Богу. А мы тут так живем, что нам не до Бога. Нам некогда. В храм не ходим, Богу не молимся. Евангелие не читаем. Но у нас же много своих забот, проблем. Сейчас столько проблем. Некогда. Некогда. Так вот, смотрите. Вы, наверное, каждый пережил, да? Послушал песню какую-то, ухаживал до души. Или фильм какой-то такой наш. До сердца прям. И даже мужские слезы вытираются иногда. Почему? Потому что вот душу затронуло мою. Не локоть, не затылок, понимаете, я почесал. А душу затронуло. Твоими плачу я слезами, душа. И рад, что ты не умрешь. Что ты у меня бессмертная. Что ты вечная. И рад бессмертию твоему. Вот смысл жизни. Запомните. Федор Михайлович Достоевский говорил, что причина всех суицидов. Всех суицидов причина отсутствия веры в собственное бессмертие. Если умру, зачем все? Вот все это зачем? А если буду жить, значит это все мне так важно, так нужно. И все, что написано, я буду следовать этому, изучать это. И, конечно, за собой вести своих детей. Ну и, конечно, дорогие, хочу вам привести один маленький пример. Потому что победа, это не только победа жизни над смертью Христа, который мы празднуем. Но эта победа поможет нам одержать победу и в нашей с вами жизни. И даже над нашим врагом. А врагов у нас сегодня, поверьте, очень много. Я приведу вам еще один пример в завершении. Из-за одного известного очень человека, вы помните такую песню, наверное? А нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Помните такую песню? Нас ждет огонь смертельный. И так далее. Знаете, кто написал эту песню? Булат Акуджава. О нем. Он о себе вспоминал, что когда он был маленьким, его мама с папой переехали в Москву. Мама у нее была партийная функционер. Она работала в Кремле в Центральном комитете коммунистической партии. У Булатника. Папа не выдержал такого натиска и уехал обратно на Кавказ. Она воспитывала его одна. Но так как там все время на работе, там не то что о Боге, там просто нет возможности. Не то что в церковь, там даже заикнуться в то время нельзя. Так вот тогда еще будучи маленьким, его мама наняла нянечку. Обычную крестьянку. Простую женщину. И эта женщина, знаете, как Ирина Родионовна, Пушкину, рассказывала много интересного. И вот она рассказывает, рассказывает о природе, о всем там, птички запели. А ты знаешь, Христос воскрес. Он вообще не знает, что это такое. Вот есть вера в Христа. И вот маленькому он рассказывает. Вот он не слышит. А потом взяла нянечка и решила Булатика в церковь завести. В храм Христа Спасителя еще до взрыва. И когда он вышел, он вообще немножко по-другому посмотрел. На иконы, на роспись, на свечи. Вот душа малыша коснулась радости веры. И он сразу спросил у бабушки, что с этой няней, стал спрашивать. А почему, если нет Бога, почему с ним так борются? То есть мама рассказала, что мы боремся с Богом. Даже помните, такие были воинствующие безбожники, такой богоборцы прям. То есть если его нет, а зачем с ним борются? Вот у маленького пацаненка такой вопрос. Ну она так вот сдержалась, потому что ну не все же можно мальчику сказать. И вот он пришел, мама, он возвращается с работы поздно, и он ее дождался и спрашивает, подходит. Мама, можно я у тебя что-то спрошу? Я говорю, да, сыночек. Он наш такой партийный лидер, такой чиновник высокого размера или разлива. Да. И вот этот Булатик говорит, мама, а ты знаешь, Бог есть. И как потом вспоминал Булата Куджава, с тех пор я больше никогда не видел своей няни. Но вера, которую она в моем сердце поселила, осталась в моей душе на всю мою жизнь. Это потом он напишет, помните, виноградную косточку в теплую землю зарою. И дальше там есть такие слова. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Вы слышите? Царь небесный это кто? Нельзя было говорить о Боге. И он говорит, царь небесный это Бог. Царь небесный, прости, пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе жизнь пустая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Вот как интересно, да? Я хочу пожелать вам, вот всевайте в души вот этих маленьких детей. Я не знаю, вот вам не видно детский глаз. Вы знаете, особое священническое еще служение в том, что мы видим глаза детей. Они, знаете, такие искренние. Вот взрослых, вот просто стоят слушать. У них вот такие глазенки, они все впитывают. Сейчас они все слушают. Вот такие вот, как пуговки. Давайте больше веры, больше любви к Богу своим детям, своим душам. Вот тогда и они вырастут и сохранят свою веру, даже когда нас не станет. Мы же уйдем из этой жизни. А они будут веру хранить и передавать из поколения в поколение. Вот так важно нам передавать нашу веру. Я хочу пожелать вам, чтобы каждый из вас, вот от этого огонечка сегодня не просто свечку зажег, чтобы каждый из вас зажег огонь своей веры. Для чего я вам вышел сегодня? Чтобы этот огонек передать, чтобы этим огнем согрета была ваша душа, каждого из вас, бессмертная Богом данная душа. Чтобы потом и вы вышли и сказали, мы сегодня в храме были. Там вышел к нам настоятель. И нам, вот знаете, как мануальная терапия, вот в мозгах так, знаешь, что-то хрустнуло и на место стало. Вот я хотел бы, чтобы сегодня вот этот хруст немножко вот здесь состоялся у каждого из нас. И вы, выйдя из храма, поняли, что нужно гореть огнем. Огнем веры, надежды и любви. Тогда с вами жить будет интересно. Мужу будет интересно с такой женой жить. Жене будет с таким мужем жить вообще, не знаю, радость. Тут ты горишь огнем веры, ты самый лучший, понимаешь, ты у меня одна такая. Вот с таким мужем, с такой женой вообще дети растут вот в этом огне любви. А когда этого нет, у нас есть новые гаджеты, папа в танчиках, мама там в соцсетях, еще где-то. Поэтому, дорогие, вот этого огня вам желаю. Вот не свести огонь на землю, благодатный, и пришел в мир Христос, чтобы зажечь нас этим огнем. Не уходите теплохладные, такие холодные, знаете, там мне все равно, у меня там целая неделя трудовая. Каждое воскресенье с сегодняшнего дня, вот все, кто пришел, я вас просто жду в Храме Божьем. Вот давайте попробуем, один год, от Пасхи до Пасхи. Каждое воскресенье, ни одного не пропустим, давайте попробуем. Вот каждое воскресенье. Уехал, там сходи, там, в Титровку, в Титровке, в Москве, в Москве сходи, в Санкт-Петербург, в Любеку храм есть, везде. В Станицу поехал, в Ростнике, там тоже храм есть. Вот давайте договоримся, каждое воскресенье будем в Храме, это Божье благоволение, это его указ нам. Ты попробуй, что даже одну заповедь, если ты будешь хотя бы год исполнять, у тебя вся жизнь поменяется. Ты больше слушать будешь, вот батюшкиных рассказов, проповеди, Евангелии будешь читать, у тебя душа просветится. Она этим огнем согреется, она вообще земного не захочет, тебе не столько денег будет нужно, понимаешь? Так тебе все не хватает, а тебе так мало будет надо, человеку так мало нужно. Не ведь хлебом одним будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Узнавайте Бога, читайте о Нем, Святую книгу, общайтесь, дружитесь с людьми, которые о Боге вам могут больше рассказать. И тогда вы по-настоящему будете счастливы. Вот этого мне и хотелось бы пожелать вам в этот радостный, всесвящающий, пасхальный день. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал жизнь вечную. Аминь. Христос воскресе!